В последнее время стали очень популярными частные детские сады, где такое ощущение, что детей готовят сразу в кандидаты наук. Итак, представьте, среднестатистический ребёнок попал в один из таких садов. Ну что, молодые люди, урок робототехники подошёл к концу. Извините, опоздали. Опа, а чё все дети на коленях? Жестковатый садик. Это, а загадки были? Фух, слава богу, наш конёк. Четыре дня готовились. Тупой-тупой в садик брать не хотели. Сейчас узнаем, давай. Проверим вашу эрудицию. Папа! Не боись, это загадки, давай. Он проиграл цусимское сражение и стал японцем наши корабли. И мы такого унижения простить, конечно, не могли. Адмирал Рождественский. Великолепно, Артур. Следующее. Подождите. А где? Ребешочек аленькой, да кафтанчик рябенький. Петушок. Правильно. Где? К нам приехали с бахчи, полосатые мечи. Арбузики. Правильно, Илюша. Где это всё, а? Следующее. Родилась в Афганистане, потребляют все славяне. Да вы в своём умеет такое спрашивать? Они же дети! Морковка! Правильно. Претензий нет? Переходим к задачам на латыни. Да вы чего? Я вас умоляю, это всего лишь латынь. А, ну да. Просто когда вы учили латынь, у нас было это. Детство. Дети, настало время для музицирования. Ну, глупо было бы, а? Кто автор следующей композиции? Леман. Нет. Вагнер. Правильно. Откуда Вагнер? Из ЦСКА. Неправильно. Из Кайрата. Из Франкфурта. Когда он перейти успел? И, наконец-то, настало время для ваших любимых задач из высшей математики. Да вы в своём уме? Ну, какая высшая математика, какая латынь? Вы воруете у детей детство. Вот в нашем детстве как было? На шкафчиках львёнок, вишенка. А у вас какие-то бородатые мужики. Это Чехов и Толстой. Да хоть Мики Рурк. Запомни, мать. Твоя высшая математика в жизни мне ни разу не пригодилась. А то, что песок невкусный, это я знаю. И этими знаниями пользуюсь каждый день. Чё? Съела? Песок? Правильно, Илюша, правильно! Анастасия! Субтитры сделал DimaTorzok